Коллеги, рядом со мной Людмила Новиченкова, это спикер нашей деловой программы сегодня. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. Очень интересно, какую тему сегодня поднимали на нашей бизнес-сессии? У нас была очень интересная тема. Мы говорили об инновациях продуктов питания, о том, как сказываются такие тренды, как ЗОЖ и увлечение экологией, внимание к экологии на продуктах питания, которые мы видим в наших магазинах. Очень интересно, какой сейчас прослеживается вектор движения? Ну, вот если мы посмотрим на наши данные, на то исследование, которое проводил конкретно ИПСОС, то там видно, что в первую очередь принимают, конечно, все, что связано с экологичным, экофермерскими продуктами питания. С одной стороны, эта тема с нами уже давно, она уже понятная, в принципе, что это такое, поэтому как бы большее количество людей на нее обращает внимания. И на втором месте, что меня немножко даже удивило, это выращивание продуктов дома. Российские квартиры не то, чтобы сильно позволяют размахнуться с выращиванием у себя чего-то серьезного для питания, потому что на огурцах с балкона семью не прокормишь на год. Но это, наверное, в частности воспринимается как фан, как челлендж, что я могу вырастить что-то дома, как такое развлечение, ну и немножко здорового питания, потому что это больше характерно для поколения Y, для миллениалов. А вот, например, старшее поколение совсем не хочет этим заниматься, потому что у них дачи есть, зачем им еще дома выращивать грядки. Старшее поколение любит, когда у нас 2 гектара картошки и все лето на то, чтобы это окучивать, потому что две маленькие клумбочки на балконе, конечно, это уже не впечатляет. Однозначно. Ну и дальше мы идем уже по таким продуктам, как заменители сахара, персонифицированное питание вызывает большой интерес. Сейчас это уже категории, которые как раз дотрагивают и Z, и Y, и молодые поколения очень активно смотрят на продуктовые инновации, это вызывает их любопытство. Ну и плюс тренд внимания к здоровью, он вообще помолодел, потому что если там лет 5-7 назад мы говорили о том, что здоровьем занимаются те, кому за 50, то сейчас это уже 35-летние, для них это тоже норма, смотреть за собой, потреблять так, чтобы не убивать свой собственный организм, и здесь этот тренд тоже проявляется. Для меня тоже было удивительно, что только каждый десятый готов попробовать альтернативы молоку традиционному, люди пока не понимают, зачем им это нужно, кроме тех, кому это по здоровью, опять же, показано. Но при этом выше доли тех, даже выше, чем вот интерес к растительному молоку, кто готов попробовать белок растительный, чего-то из сверчков, или растительное, простите, мясо выращенное в пробирке. Вот такие достаточно экзотические для нас пока продукты, которые не продаются массово еще в наших супермаркетах, но они интересные, и плюс, я думаю, что для молодежи это еще инстаграммабл, то есть я что-то такое съел экзотическое и рассказал всем, какой я крутой, какой я молодец, какой я новатор, и какой я активный потребитель трендов. Есть веганы, которые по этическим соображениям не кушают мясо, получается, сам факт потребления мяса им не претит, но при этом, как бы, этическая сторона этого вопроса, она их тормозит. Я так понимаю, что мясо, выращенное в пробирке, этому классу людей даст зеленый свет на потребление этого продукта? Ну, мне кажется, не совсем, потому что все-таки изначально клетки животного происхождения, насколько я понимаю, я вот не готова судить о таких прямо тонкостях, могу только сказать, что веганство само по себе будет расти, веганство и вегетарианство, потому что по разным соображениям мы делали профиль сценарий будущего до 2025 года и дальше, разные варианты развития событий, И там очень видно, что вот как минимум в трех сценариях из четырех веганство прямо прописано, как то, что будет меняться в плане продуктов питания, то есть где-то мотиватором служит именно экологичность, да, когда я отказываюсь убивать животных, а где-то, к сожалению, финансовые соображения, потому что не все сценарии означают финансовое благополучие для людей, но и, по-честному, ни в одном сценарии оно не растет. То есть это либо как бы стабильность и возврат, либо сокращение среднего класса и автоматизация тоже может сокращать доходы людей очень сильно, менять их статус занятости, поэтому у них меньше становится денег, они переключаются с мяса на что-то более дешевое, на более дешевые аналоги. Мы еще общались с другими спикерами и выразилась такая проблема, что сейчас потреблять качественное вкусное мясо, это тоже удел богатых, потому что почему-то средний класс вот по цене, как бы это мясо перестало быть супер качественным. Получается, если вы хотите, правда, настоящее мясо, то извольте выложить большую часть семейного бюджета и поэтому, как бы, скорее всего, заменители мяса, которые по качеству, скорее всего, будут выше, нежели вот тот же ценовой сегмент мяса обычного, наверное, тоже приведет к тому, что люди будут пристальнее глядеть в эту сторону. Да, вполне возможно, плюс, если по питательным характеристикам растительные заменители не хуже, чем мясные, то вполне возможно, что это аргумент для переключения людей. Вот в одном из сценариев у нас, кстати, было прописано как раз, что из-за экономических соображений люди будут переключаться на совсем дешевые продукты, потому что останется две категории условно, премиальные, высококачественные, хорошие и все остальное посредственное. Немножко боязно, немножко боязно. Для этого сценария, честно говоря, дожить. Но мы надеемся, что все равно главные тренды ЗОЖ и забота о своем здоровье дадут нам правильные шаги в будущем. Надеюсь, мы не будем смотреть больше только на экономическую составляющую нашего рациона, а больше все-таки заботиться о своем здоровье и выбирать все-таки рублем качественные и полезные продукты. Да, согласна, это уже не просто тренды, это мега-тренды, которые останутся с нами надолго, и брендам, и производителям, и потребителям надо на них ориентироваться и использовать. Спасибо большое за то, что рассказываете, что нас ждет дальше и на что нам обратить внимание, как конечным покупателям тоже. Спасибо большое. Спасибо.